здравствуйте дорогие друзья с вами опять я Андрей Непряхин вот и на сегодняшнем уроке я хочу наверное поставить жирную точку в создании бампа для игры stalker расскажу вам подробно как это он создается может быть правильно может быть нет судить вам конечно так как это делаю я предыдущие уроки которые были по созданию бамп это как бы было так можно сказать оступление от положенного но сегодня я покажу как это правильно делать итак мы снова возьмем обыкновенную текстурку допустим тротуарной клетки уличной вот сейчас я создам дубликат к этому изображению потом мы поподробнее рассмотрим для чего создавал вот и пусть он пока остается будем работать с первым изображением итак для того чтобы создать бамп нам первым данным это normal map нашей текстуры напоминаю что normal map с текстур именно с бесшовных текстур создаются допустим может быть в фотошопе там так далее если вы собираетесь сделать normal map к модели то это делается только желательно конечно поделать именно что с модели сразу делать но но не фотошопе как обычно это делать многие пульсики так прежде всего нам нужно подготовить нашу текстурку потому что светлое изображение не очень хороший бамп получается карта normal так перейдем в вкладочку коррекция черно-белая идем в черно-белый цвет постараемся выделить более яркие цвета осветлить темные притянить так как светлый цвет у нас будет выпуклая часть темная часть изображения будет вдавленная поверхность и немножко давайте мы ему подкорректируем яркость контрастность яркий повысим и можно немножко контрастности добавить чтобы это было более четкий выгонистый так у нас готово сейчас я вам покажу более классический старый классический способ с помощью создания плагида антимидия нормалмап фильтр вот что нам нужно сделать я здесь поставил въектировать по оси и крик для того что у нас была выдавленность потому что у нас нормалмап должен получиться точно такой же как мы хотим видеть в игре такой как он есть дальше ставлю максимальный rgb 4 sample и ставлю skywalk на троечку нажимаю окей вот у нас получился нормалмап ну конечно выдавлено если не такая как хотелось бы если применим большее разрешение то соответственно очень много появится полосочек рисочек нам сильно нужно но просто давать немножко усилим создадим дубликат применим перекрестие вот и применим фильтр размытия по гауссу поставим троечку нажмем окей и давайте делаем наложение низких несколько слоев на нашу текстуру ну пример вот так вот у нас хватит выполним сведение и так норма у нас готов теперь что нам нужно сделать нам это нужно сохранить сохранить папку импорт и так как у нас текстура называется критер дьюти так далее мы назовем ее первое слово уку поставим а так будет называться папка я обычно создаю одну отдельную папку и все файлы нормала сохраняем сохранить до сохраняем сразу же мы запускаем сразу же не потом не после не до и так далее запускаем утилиту нашу актер-эдитр и давайте найдем у нас текстуру имидж чекни текстуру у нас сохранились две 2d текстуры обыкновенная пока их не будем редактировать нам главное сейчас сохранить вот эту нашу норму применяем ей что это нормам от фильтр кайзер нажимаем кнопочку ok все это у нас создалось если мы открываем наши виды посмотрим что у нас создалась новая папка а который наша текстура норма мапы данная итак продолжим следующим этапом нам нужно создать сам саму текстуру в бампе давайте мы перейдем в архивной кисть художественно архивная кисть и все это дело мы с вами затрем вернем положение в исходное состояние вот опять применим коррекцию изображения черно-белое обязательно так же можно было предварительно сохранить и нам нужно сделать убрать контрастность у него чтобы у нас были маленькие изглаживания на краях чтобы текстура приближалась к серому цвету нейтральную нажимаем ok и так от нас это готово вот как мы видим что у нас создалась такая текстурка из этой текстурка из этой текстуры мы получим сам бамп получая давайте создадим копию я вам рассказываю классическом виде вот и нам теперь нужно создать пикуляр нажимаем ctrl l и в этом канале мы понижим крыло наши уровни и понижаем наш спекуляр сейчас мы удалим давайте мы копируем идем в каналы и вставляем этот именно в альфа наш спекуляр вот этот канал нам больше не нужен мы его удаляем так мы видим что у нас получилась такая интересная черно-белая картиночка и альфа канал который якобы поддержит наш спекуляр давайте мы сохраним ну уже под названием который нам необходимо бамп это есть наш бамп который в дальнейшем он получится сохраняем нажимаем окей открываем опять вактор эдита чекнем текстуры и находим нашу текстурку видите на такая текстура получилась теперь мы здесь нажимаем есть что это normal map прошу прощения вот и применяем ей текстуру normal которую мы с вами до этого создали в папке а которая у нас остарилась вот она наша normal нажимаем окей теперь самым важным аспектом является интенсивность канала по умолчанию стоит 0.5 но я бы советовал бы не больше 0.1 но опять смотреть это нужно текстировать нужно выбирать нажимать потом заходить и смотреть какая интенсивность ей подходит но не больше 0.5 так нажимаем окей и у нас сразу вылазь защитка инвалид был с маска то бишь у нас неправильно маска создалась это от того что у нас неправильный спекуляр созданный но обычно спекуляры в классическом виде создают как я только что сделал с вами поменял затеньем это неправильный спекуляр зайдем имидж-эдиттер вот откроем наш бамп и удалим отсюда поставим ему нужно он нам больше не нужен все итак давайте посмотрим что у нас получилось и вот вот получился наш бамп который мы что только что с вами запекли сейчас я открою текстуру бампа разработчиков которые также были вот они две наши текстурки посмотрите их отличия ничем не отличаются также если мы откроем нашу бамп решетку на текстуру маски как многие облуждают и говорят что это ошибки не ошибки это маска это интенсивность канала также видим особого отличия у них нет вот поздравляю мы с вами создали правильный правильный бамп в следующем почему я тогда создал две бамп да две текстурки теперь попробую это создать с помощью плагина nddo2 есть такой плагин сейчас можно найти в интернете цена его около 300 долларов но он того стоит вот очень хороший плагин вот иногда есть сложные текстурки вот которые тяжеловато обойтись без дополнительных кто-то использует crazy bump и так далее разные есть ну я использую именно вот эту программочку она очень хорошая и интересная вот давайте приступим итак опять мы с вами придем в коррекцию вот черно-белые пример меню и изображение коррекции яркость контрастность яркость мы повысим и контрастность немножко добавим и применим фильтр для размытия по поверхности вот такое что у нас было нажимаем ok вот итак текстурку мы с вами подготовили вот и применяем конвертирование во вкладочке preference здесь можно выбрать какой именно что мы будем с вами накладывать здесь есть материалы уже заранее продуманные это кирпич бетон трава вот так далее металл гравий так далее так далее ну в данном случае нам понадобится именно наше вот конкретно бетон нажимаем актив у нас опять запрашивает автобаланса черно-белого вот и пошла сборка нашей текстурки в норму вот итак мы видим вот у нас получилась какая-то интересная текстурка наша норма вот если в управление идет колесиком мыши идет верчение правая кнопка мыши идет свет и левая кнопка идет мышедвижение также колесиком если крутить то можно обмечать или увеличить нашу модельку нажмем правую кнопочку мы добавим ему немножко наложения вот давайте мы с вами уберем ему свет блеск все остальное чтобы нам это ничего не мешало вот как мы видим вот он получается текстурка и здесь мы с вами подправим с помощью небольших настройщик вы можете увеличить уменьшить края вот либо что-то отделить сделать их более добавить на карту на верхнюю полосу добавляем детализацию вот как бы вариантов много нижняя самая нижняя панелька в основном отвечает за прозрачность либо вы также можете зайти в каждый инструмент который здесь есть и здесь сделать корректировочку поставить ему освещение поставить ему именно штугу сглаженную как он будет происходить вдавленность или выдавленность поставить кромку как она будет работать сгладить или не сгладить края именно каждой кромочке которая идет либо погрузить свою собственную модельку вместо этого куба вот и так далее первым сизо именно что размер идет детализации самих сейчас обработка идет видите да что размер детализации очень сильно увеличился поэтому я его поменьше поставил вот чуть-чуть добавим так дальше идет контрастность здесь идет опять-таки сглаживание но она работает именно по по первому пункту вот следующее идет та же самая поклость но на своем уровне softness это идет сглаживание краев именно что сглаживание это наша поверхность сглаживать можно вот следующий параметр отвечает за силу выдавленности или силу вдавленности вот каждые элементы вот попробуйте когда есть свои варианты можно это все дело собрать итак будем считать что у нас банк готов нормал нормал не банк пока что вот делаем сведения вот пока его спустим и сохраним его под своим именем так открыты у нас был два по-моему да ну-ка второй текстуре у нас отнесился два сохраняем 32 бита окей опять тут же мы открываем наш артердитер вот открываем имидж чекну текстуры находит наш новый нормал вот опять назначаем что это у нас идет нормал map вот также фильтр к азер нажимаем все у нас текстурка сохранилась опять таки мы переходим в архивную кисть и стираем изображение которое было навошено и тут же из этого изображения мы с вами будем создавать спекуляр нажимаем конверт вкладочку и выбираем спекуляр вот мы выбрали дефус можно выбираем спекуляр нажимаем актив идет обработка текстуры и сейчас будет собранная правильная текстура нашего спекуляра из которой будет создаваться наш бамп так у нас спекуляр готов вот и давайте мы немножко подрелакируем гравити это отвечает за заглаженность и за блеск который у нас есть немножко его понизим вот контраст повысим до максималки емкость можно немножко понизить так это у нас готово нажимаем сохранить как выполнение сведения вот и теперь дальше что нужно сделать вот нам нужно из этой текстурки из этой текстурки создать бамп открываем каналы альфа создаем новый канал альфа 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 и давайте мы с вами эту же текстуру которая у нас есть выделим все и вставляем нашу альфу вот вот ctrl v так нам нужно полностью непрозрачный фонал 100% фонал вот вот давайте мы затрем вот мы вставили наш спекуляр который создан за вот и теперь нужно добавить еще нам еще один слой сюда это наше черно-белое изображение которое готовилось только нам немножко ему нужно понизить яркости контрастность именно контрастность понизить немножко яркость убрать копируем и вставляем немножко мало вот так вот в форме сведения так опять таки мы с вами создали спекуляр и муж новый серенький такой цвет сохраняем его только под номером 2 сохранить так поехали дальше опять открываем actor editor image чек на текстуру вот вот он наш новый bump который был создан нажимаем что он bump map и убираем ему normal второй который мы с вами создавали нажимаем ok и так у нас готова давайте посмотрим что у нас получилось давайте посмотрим что у нас получилось это у нас первая текстура это у нас вторая текстура давайте посмотрим качество чуть-чуть получше чуть-чуть получше сглаженная больше выгодность четче края получились а вот я говорю я говорю что иногда бывает о том что есть такие сложные текстуры с помощью этого плагиня намного проще быстрее делать чем с привычного нам индивидовского плагина итак поздравляю на сегодняшнем уроке я научил вас создавать как правильно создавать бампы для гриста стаукер все остальное за вами как и что делать я вам объясню на этом все спасибо с вами был я андрей непряхин до скорых встреч